Продолжение следует... Которые просто доживали свои дни. Но именно здесь, где кроме природы нет ничего, он понял самое главное. Семь лет назад у Михаила Шляпникова было все. Он был крупным бизнесменом. У него был свой банк, фирма по экспорту бытовой техники, ночной клуб. У него было все, о чем он мечтал тогда. Но пришел день, и в одночасье он потерял все. У меня в 2004 году рак обнаружили. Три года там лечили операцию, десяток операций был. И потом уже все, думаю, хватит уже лечиться. Думаю, сюда поеду, здесь все уже нормально, благоустроено. Все равно помирать. Приехал сюда, опять, какой там помирать. Надо дров заготовить, чтобы помирать. Надо снег разобрать, чтобы выносить. Надо себе приготовить, а в гостям что-то приготовить. Вот эта движуха, 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 не до этого стало. Не проходит и дня, чтобы Михаил не провел хотя бы час перед компьютером. Он блогер. Первая запись появилась в 2007, 9 ноября. Сегодня лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня. Он писал о предстоящих операциях. Писал только о своем заболевании. Потом я попробовал что-то в поле посадить. Думаю, да, что я пусть я там десяток деревьев, там 20 деревьев посажусь. Друзья, соседи помогли там распахать. Тут посадили. Мне понравилось этим ухаживать. На следующий год это уже разрослось. Это уже получил какое-то крестьянское хозяйство. Я с этим никогда не был связан. Дай-ка попробую себя в банках получалось, в политике что-то получалось. Где-то там в международных каких-то делах, чем я раньше занимался, что-то там получалось. Дай-ка здесь попробую. С чего мы кормимся? На чем существуем? Это вот коммерческий питомник, это вот ясень, кизельник, кустарники, липы, клены, локации. Там кустарники. Сейчас спрос устойчивый. Москва очень, Москва экологически грязный город. Очень много ебнет. Это вот покупается для муниципального зеленения, для всяких там ландшафтных дизайнов, для садоводов-любителей. Ему рассказали, как сажать деревья, а он показал, как сделать из этого бизнес. Чтобы шесть человек, которые здесь живут постоянно, могли продолжать жить, а не доживать. Знаете, что он мой зять? О, помогает, придет. Я уезжаю, в выходные он здесь у меня теплица открывает. Польет огурчики в теплице. В день в России погибают две деревни. Просто уходят с карты напрочь. Каждый день две деревни. Если бы, я говорю, и мы сейчас уйдем отсюда, деревня моментально исчезнет. Станет одной из 23 тысяч, которые уже погибли. В своих блогах он начал писать о том, как спас бабушку, которая живет по соседству. О том, как пять лет назад восстановил церковь. Как в 10-м году, когда вся Москва задыхалась от смога, и каждый второй бежал в магазин за очередным кондиционером, он собрал группу волонтеров и пошел тушить пожары. И теперь перед ним возникла новая цель – восстановление земской больницы. Единственные на 27 деревень. Здесь пять тысяч населения, которые здесь живет, которые лишены элементарной медицинской помощи. Мы сюда не будем ставить томограф. Мы просто поставим врача, который скажет, тебе, бабушка, надо в ту больничку в город ехать. Либо ты, бабушка, здесь три дня полежи, и все будет ништяк. Вот элементарное сельское здравоохранение, которое сейчас до 80% разрушено. Вот мы что отдадим государству. Он собрал вокруг себя волонтеров, пригласил вице-губернатора Московской области Руслана Цаликова и показал им то, что стало смыслом его жизни. Процедурный кабинет. Тоже вполне. Почистить, помыть. Все. Еще послужит. А и немедленно здесь, то есть условия для перевязок, условия для манипуляций, для первичных уже готовы. То есть обновить, побелить, поставить мебель. То есть уже, как медпункт, уже можно понять, сработать. Вот это тут у нас большая беда, или тема, как бы называть. Это вот сельская, земская больница. Самой больнице 140 лет. Буквально пару лет ее назад закрыли. Ну, хорошо, местом населения, но взял, натер, мы ее стояли, то есть не дали ее разрушить. Она должна была полностью все будет разрушена. Это уже там небольшая заслуга. Но еще лучше, если мы ее все-таки в основном, в том виде, как бы нам, 2 140 лет назад. Какая красивая, свободная, с домовой резьбой, в лесу, на природе, в чистый воздух, свежие овощи. Вот это было бы, конечно, красиво, как называть, акция, не акция. Ну, оставить у всех какой-то добрый сель. Он тысячи раз показывал эту больницу журналистам, гостям, а сейчас и вице-губернатору. Здесь будет кухня, библиотека, палаты, кабинеты врачей. Но когда он один, он долго ходит по собранной им библиотеке. Думает и находит что-то новое. Думает и находит что-то новое. А сам факт, что он так долго прожил после извлечения, она мне даже не сколько помогла. Но ассоциативно я ее воспринимал как позитивное. Я сейчас попался на глазах, вспомнил. Спасение Земской больницы стало для него одной из самых важных целей в жизни. И он доказал всем, что может ее восстановить. И Руслан Цаликов, подписав необходимые документы, дал ему возможность притворить в жизнь его мечту. Еще одна маленькая победа. Болезни или смерти давно уже отбоялся. А сейчас, наоборот, идет даже не игра, а опережающая. Я понимаю, что там прозвонит какой-то звоночек, у меня там 3-4 месяца останется. Это я знаю, представляю, как это все уже продумано. Но тем не менее, пока не изменит. Каждый день использовать как, ну, я это называю, бонусом, днем рождения или праздником. Когда он приехал в Калионово, многим было непонятно, зачем он все это делает. И никто не верил, что один человек может изменить привычную для них жизнь. Даже сам, он иногда говорит, что в этом мало его заслуги. Он всего лишь показал им, что может быть по-другому. Мы старались это тоже делать таким образом, чтобы не вот, допустим, там с моей проблемой будут связаны ликвидации всего. Мы уже прошли вот тот уровень, где действительно все зависело от меня. Сейчас может все зависеть теперь от общества. Общество развивается, значит, будет развиваться. Жизнь в мегаполисе заставляет нас все усложнять. Мы играем по правилам общества. Зарабатываем деньги – тратим их. Опять зарабатываем и снова тратим. И напрочь забываем о простых, общечеловеческих правилах. Нам говорят, жить надо проще. А мы не знаем, как это. Жить проще – это… Так непросто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова